Так вот, у нас все началось с Комсомольской, в этом сюжете мы возвращаемся, начинаем мы с югов. Дело в том, что здесь, рядышком на юге, две замечательные торговые точки, где вы можете купить не просто изумительное, а лучшее пиво в жизни своей. И я бы в данном случае сказал огромное спасибо человеку, который это дело сделал. По одной простой причине. Я недавно пообщался с клиентами, которые пробовали пиво, которые ездили, и пиво-то кушали не только тутошнее, верхнеуральское, но с остальными интересными вещами. Да-да-да, вещи просто интересные, изумительные. Они еще были в Чехии, они еще были в Германии. Эти люди еще были где? Вот такая штука кельтское пиво. Кельты уехали, знаете, куда? Они потом уехали в этот, под названием Великобританию, туда отвалили. То есть вот это изумительные вещи, где есть качественное пиво. Качественное пиво. Да-да-да-да-да-да-да. То бишь, я не противник самого лучшего, одного из лучших заводов в Самаре, фон Бакана. В данном случае мы говорим про другой, такой же завод, который в свое время был сделан где? В Верхневральск. То есть человек проехал все это дело, посмотрел, покопал всю воду, потому что две реки, две обыкновенные пресноводные реки. Одна из них на первом месте, а вторая на третьем месте. И куда они попадают? Они попадают в Каспийское море. Да. Первая река. Какая река? Волга. Так вот, человек тоже везде и всюду полазил, продырявил местечки и сделал классное пиво. Фон Бакана, она находится в Самаре. Другой человек, Рафсдорф, вот ему дали такую возможность, естественно. То есть он поехал не по самой длинной реке, а по третьей реке в мире. Это называется Уральская. Урал, речка. Она в свое время была Яик. Вот, ему дали возможность. И он то же самое место показал. И он сделал исключительно грамотный вариант. И все это дело было где? В Верхневральском пивоваренном заводе. Но сегодня и сейчас, грубо говоря, прошло, ну еще 15 лет не прошло. Да это бог, мы это дело все вместе и отметим. Мы покажем вам человека, который не стал делать одно пиво. Он делает много разных пив. И человеки, которые были в Великобритании, попив пиво кельтского, сказали, так это же Британия. А люди, которые были в Германии, попив пиво немецкого, сказали, так это же и есть Германия, немцы. А есть люди, которые попили пиво в Чехии, так они тоже приехали, сказали, так это такое же пиво. И давайте все-таки определимся. Не каждый, да вообще не каждый первый в стране это делает. То есть люди тупо вас давят. Солодовым, не пришлей кобыль, хвост пивом, в который они еще спирт добавляют. И вы становитесь вот такие чмошниками. Не надо этого делать. Есть единственный человек, который вам дал возможность пить пиво не только верхнеуральское, но еще и различное пиво различных сортов. Оно ровно такое же, как в тех странах. Уж поверьте мне. Это было время интересное. Потому что вы думаете, что человек не имел возможности отдохнуть? Да он всегда должен был отдыхать. И в свое время, когда люди ходили на медведей, они также ходили на медведей. Только жили они где? Это были кельты. Интересная особенность была. Кельты, когда пришли, то там сразу народ начал думать, что-то как-то все очень сложно. Потому что кельты очень много вещей под себя переделали. Уже потом их немножко оттеснили, но эта процедура была длительная. И когда эти кельты, победив кого-то или сделав что-то красивое и ровное, хотели отдохнуть, а слова брага не существовало в природе своей. Потому что они с того самого момента делали себе замечательное пиво. Оно было своеобразным, интересным. Давайте все-таки переговорим о слове, какое пиво вы здесь кушаете. Во-первых, вы здесь кушаете пиво качественное. Во-вторых, это пиво без всяких приблуд, естественно. В-третьих, это пиво не имеет никоим образом подразделения под названием спирт. Вы не знаете, что ли, я вам потом сделаю материал, когда на пивоваренном заводе мы будем это снимать. Потому что само пиво варится в течение 7 часов. 7 часов при определенной температуре. Потом оно еще отстаивается, грубо говоря, от 24 суток. То есть все красиво и ровно. Да вы это не сделаете. Да вы это не сделаете. Это даже я, наверное, не смогу сделать. Потому что есть пивовары. И те же самые пивовары были и в Кельтии. То есть они делали. И аромат, он своеобразный. Ароматом со мной поделился один человек, который был в Великобритании. Ну, здесь еще раньше было ирландское пиво. Еще можно попросить еще одну тему. Но вы же не пьете то самое тянущее пиво, которое имеет другой оборот. Хотя если сильно попросить, то это тоже вам могут сделать. Никаких проблем нет. И давайте все-таки определимся. Насколько часто вы сможете съездить за Бугор? Ну, чтобы использовать то самое пиво. Поверьте мне, может быть там что-то повкуснее. В том смысле, что там нет ни заборов, ничего. Там все немножко по-другому. Но аромат пива, его он сделал тот человек, который сделал это пиво в Верхнеуральске. То есть раньше Верхнеуральск делал только жигулевское пиво. Сегодня и сейчас мы не можем это делать, потому что Жигули это все-таки большая часть Самары. Потому что Самара, где находится на противоположном горизонте, это жигулевский город. То есть там через речку переехал. Ну, там не маленькая такая речка. Совсем не маленькая речка. Вообще не маленькая речка. И вот твои жигулевские горы. Ну, красиво. А они решили вернуться к другим вещам. Но человек сказал, я не буду просто одно пиво продавать. Вы можете испробовать все то пиво, которое наверняка он ездил и пробовал, и пил. То есть человек, который был в Великобритании, он сказал, да, пиво именно такое. И давайте вопрос зададим, частые ли вы гости в стране Великобритании? Ну, москвичи, возможно, могут туда съездить. Но, как бы вам сказать, есть такое понятие под названием интернет. Залезьте и посмотрите, как живут. Кстати, человеки там абсолютно нормальные. К слову, эти человеки, ну, вот я сам с ними общался. Отличные специалисты. Особенно в Северной Ирландии. То есть у них такой говор конкретный. Они четко выговаривают гласные, согласные. Вот там замечательный английский язык. Тут даже вопросов нет. И попробуйте посмотреть, как они живут. В принципе, если у вас есть такая возможность, вы даже можете это дело посмотреть на моем замечательном канале. Посмотрите, Лондон Дерри я вам снимал. То есть, в принципе, все абсолютно нормально, ровно. Ну, есть люди, которые очень сильно квасят, есть, которые не сильно квасят. Это отдельная тема. Но аромат, используя наш замечательный Верхневральский пивоварный завод, в котором вы можете себе взять полутора литровочку, больше и не надо. Ну, не надо больше, поверьте мне. Смысла нет в этом. Спокойненько и неторопливо посмотрите этот дивный материал и вкусите. Потому что, когда я езжу за рубеж, я падаю вниз, понимаете. Не по верху смотрю. Я думаю о том, как там может обыкновенный человек. Обыкновенный, такой же человек, как вы, первый и второй магнитогорец, как любой житель Южного Урала. Ну, или, допустим, России. Потому что население Российской Федерации, это всего 130 миллионов человек. Это не такое большое население, уж поверьте мне. И оно, естественно, рано или поздно закончится. Но мы можем съездить и получить то самое удовольствие. Так что я вас приглашаю попробовать самое замечательное пиво. Кельтское. О нашем дивном пиве, ячменном, да-да-да, пшеничном. Да-да-да-да-да. Вот о чем мы и кому мы будем говорить? Мы будем говорить спасибо нашему замечательному Верхнеуральскому пивоваренному заводу. И той точке, которая находится за моей спиной. Эта точка рядышком находится прямо стройкой. Пересенье советской и 50 лет магниткой. 50 лет магниткой выезжайте к себе туда. И здесь то, что должно быть. А еще мы огромное спасибо скажем хозяину этого пивоваренного завода. Потому что мы не только одним пивом балуемся. А позволяем себе удовольствие интересное. И всегда оно разное. И всегда оно обалденное. И давайте все-таки объясним нашу дивную благодарность именно хозяину. Потому что это не просто один сорт пива. Нет-нет-нет. Здесь очень много абсолютно разных сортов пива. И в связи с тем, что мы располагаемся там, где людям нравятся отличные сорта пива. Сейчас немножко выпустим. Все нормальненько. Народ-то идет. Народ-то идет. Идем всем нравится. Так вот здесь продается то, что делалось, ну, наверное, все-таки в Советском Союзе. К сожалению, нету сортов пива под названием Жигулевское. Потому что были проблемы, естественно, с фон Бакана. Поэтому мы сделали сорт пива Верхнеуральское. Тот самый. Вкуснейший. Просто ароматнейший сорт пива. Да-да-да, он просто изумительный. Кстати, он абсолютно легкий. Всего 3%. Другой вариант. А давайте туда немножко добавим, что у нас с вами. А-а-а, сейчас скажу, сейчас скажу. Вот это получается. Мы туда добавим. Есть такая штука. Ячмень. Ячмень отдельный. Два росточка. Не слышали. Есть ячмень, у которого четыре росточка. Его туда не добавляют. А два росточка. Да-да-да. И получается вообще от винта. А-а-а, было такое. Да, сейчас есть. Оно абсолютно все. Все сорта абсолютно разные. Я, по-моему, сегодня и сейчас говорю. Вы можете все это дело попробовать. Я вам говорю, вы пришли сюда спокойненько. Сколько нужно выбить вообще пива, по сути, событий. То есть, если мы вернемся на круги своя, о чем я говорю, что закуска градус портит. Во-первых, это бред сивыка был. Вы нормально покушаете дома. Ну, так хорошо покушаете. Потом немножко подождите, пока пища уйдет. Потому что, ну, не хотелось бы, чтобы все это дело мешалось. А потом неторопливо. Сколько нужно? Вот давайте определимся, сколько вам нужно. То бишь, для того, чтобы вам было красиво и ровно, в принципе, полтора литра, это вот выше крыши хватит, поверьте мне. Что такое полтора литра? Ну, грубо говоря, сумма, будем ориентироваться, 200 рублей. Да. То бишь, давайте все-таки определимся, насколько вы алкоголики, а насколько вы не алкоголики. Еще раз мы вам будем говорить. Человек, в принципе, может выпить ориентировочная сумма, грубо говоря, 150 грамм водки в день. 150 грамм водки в день. Ну, либо лучший вариант, это 150 грамм изумительного коньяка, потому что водки у нас в Магнитогорске нету, в природе своей. А коньячок один есть. Так вот, 150 грамм коньяка пятилетнего, он будет примерно тех же денег стоить. 200 рублей. Либо полтора литра хорошего качественного верхнеуральского пива, ну, то, что сделано в верхнеуральске. Либо, ну, 350 грамм хорошего вина. С вином такие же проблемы. Это еще очень хорошо, что у нас есть замечательный пивоваренный завод. Он вернулся на круги свои, и при этом этот пивоваренный завод вам сделает изумительное пиво, такого, которого не существует в природе своей. Потому что это уникальнейший пивной завод. Он на том же месте, где и было то, что раньше всего продавалось. Раньше было, естественно, жигулевское пиво. А, вот еще, вот еще такое пиво было из Советского Союза. Не слышали? Ну, может быть, забыли. Было пиво рижское. Так вот, это пиво также продолжает здесь. То есть, это было подразделение Советского Союза. Латвия. Очень неплохая страна. Ну, до поры до времени, потому что тот урод, который все это дело продал, его когда СМИ-6 купила. Ну, он тварь конченый, понимаете? И в свое время он это дело начал устраивать. И мне это, естественно, не понравилось, когда я приехал туда. Вы понимаете? Когда я приехал в Прибалтику, я понял, что они как-то немножко в другом месте-то живут. Совсем все по-другому было. Мы давали этой Прибалтике все. От и до. От и до. Они жили в чоколаде. Ну, так ладно, забыли про Прибалтику, говорим про то, что пиво рижское есть. Оно просто обалденное, совершенно другой вкус. Но есть еще уникальнейший вариант, уникальнейший вариант этого пива вообще нет в природе своей нигде. Потому что я переговорил с шефом, и шеф мне сказал, что пшеничное пиво это вообще отвинтец. Я, как бы вам сказал, я общаюсь с людьми, которые это дело употребляют. Мне это пока, ну, как бы это не нужно, потому что тут, ну, это отдельная тема, беседа. То есть не будем ничего говорить. Но пшеничное-то какое вкуснейшее. Да-да-да-да-да. Люди его пьют и понимают, это не просто очарование, это просто изюмительность. Вах! 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 Да-да-да. Самое забавное, что потом утречком вы когда встаете, во-первых, нет ни амброзии, и, во-вторых, у вас кишечник, как он был, в идеальном состоянии, так он и продолжает быть. Что не скажешь о пиве, которое делается в Магнитогорске. У нас вода не та. У нас попил наше пиво, и, извините, кишечник у тебя продрестался. А не слышали? Да попробуйте везде и всюду пиво. Ну, у нас не получается. Давайте все-таки определимся, что в Магнитогорске, в Магнитогорске вода безупречная. Но это не пивная вода, это не пивная вода. Хотите качественное пиво, приходите. Пока три точки есть, сейчас еще одну покажу. Дай-то бог, что у людей мозги наконец-таки включатся, да? И этих точек будет гораздо больше. К слову о том, что люди магнитогорские, вам что, сложно позвонить по этому дивному телефону? Я вам сейчас продемонстрирую. Вы позвонили по этому дивному телефону и взяли себе отличное пиво. Только не надо ничего мешать. Ребята, давайте все-таки определимся. Ваше грамотное правило, как и мое грамотное правило, и ненавижу, когда люди угваздываются. Они должны прийти в 250, лучше в 400. Может быть, они будут постоянно к вам ходить. Только не мешайте. Качественное пиво. Не мешайте его, не надо. Рано или поздно вы свои денежки в большем количестве отобьете. В очередной раз слова благодарности. В очередной раз слова благодарности тому, кто производит для нас Верхнеуральское пиво. Это же не только один сорт пива. Не один сорт пива. Я сейчас в оконцовке, да-да-да. Сегодня у нас все наоборот. То есть из Бавилона через Тройку мы вернулись сюда. Комсомольское 25. Отличное, отличное место. И оно как раз рассчитано для тех, кто в принципе может попробовать другие сорта пива. И еще раз говорю, почему я 100% в моих сюжетах, я говорю, что это лучшее пиво в мире. Вы понимаете, есть в мире разные пиводелы. Но, как правило, они делают только один сорт пива. Один. А здесь идет выпуск шести разных... Мол, хотите сделать еще и другие варианты. Но сегодня мы говорим о тех вещах, которые вы можете на Комсомольское 25 попробовать. Почему за моей спиной вы видите флаг Германии? Ну, давайте так, определимся. То есть я был и в Германии, я был во Франции, я был в Финляндии, я был в Великобритании. Ну, вот в этих двух странах я очень хорошо пил пиво. В Великобритании, естественно, и в Германии я там пил пиво. Но маленький есть нюанс. То бишь, это все страны еврозоны, да? Ну, шенгенские зоны, да? То есть для того, чтобы получить шенген, это такой геморрой. Вам надо будет ехать в Москву. Но есть небольшой дополнительный вариант. Вы где этот сюжет смотрите? Вы его смотрите на YouTube, правильно? Так вот, на YouTube вы можете залезть на мою страничку и посмотреть, что это такое. Это история Челейкина, города Магнитогорска. И везде, где я был, я брал с собой видеокамеру. Так что, в принципе, в принципе, вы можете вбить Германию и посмотреть, как там жилось. А аромат Германии, аромат Германии, аромат Северной Ирландии, я и там тоже был, вы все это дело сможете увидеть. То есть, ну, красиво живут, вопросов нет. Стоит ли ехать? Ну, даже если плюс переезд, это все равно деньги. А вы все это дело можете посмотреть и при этом взять себе замечательные два пива. Одно из них получается немецкое. Попробуйте. Очень-очень вкусно. А другое, да, кельтское. Это как раз про Великобританию. И вы поймете, самое забавное, почему я еще и неоднократно говорю, что эти сюжеты и это пиво, оно изумительное. И оно, поверьте, такому человеку, который что-то пробовал в этой жизни, оно в той же степени, оно абсолютно одинаковое. Но утречком, да и через некоторое время у вас не будет ничего сложного. Вы будете абсолютно чистыми человеками. И много пить не надо. Я вам еще раз говорю. Вот это слово забыли, закуска градус портит. Просто забыли. Сделаем по-нормальному, как делается во всех нормальных странах. Во всех нормальных странах хорошо люди, покушавшие, уже идут в бар. И в баре пьют. А это вы не сможете сделать, потому что у нас нету ничего нормального в этой дивной стране. Это такая дивная страна, что в наших сетевых магазинах алкоголя нет, пива нету, вина нету. Что вы будете пить? Это я еще раз говорю. Благодаря тому, что в городе Магнитогорске есть верхнеуральское пиво, придите сюда, выпейте. Много не надо, полторушки, бог, хватит. И, конечно, нам это дело очень нравится, очень нравится. Потому что есть в городе те места, где мы можем продемонстрировать. И можем вам показать то самое любимое место. Да-да-да, одно из них располагается прямо здесь. Комсомольское 25. Комсомольское 25. То пиво, которое вы можете попробовать. Давайте определимся. Одна тут женщина мне сказала, что пиво верхнеуральское полное говно. Я говорю, а вы его продавали? Нет, я что-то продавал, а другой говорит, а попробую его. Так вот, вам 100% надо это дело попробовать. Потом вы возьмете любое пиво, которое в любом сетевике, и скажете, говно полностью, понимаете? Ну, полное говно. Да оно стоит дороже. Ну, это вкус. Это вкус, аромат того самого изумительного пива. И еще раз, огромное спасибо человеку, который сделал. Я еще раз сделаю этот материал. Потому что круче него нету пива в мире вообще. А вообще.